Сейчас судебные заседания посвящены допросу свидетелей и потерпевшего. Иван Литомин даёт показания по виде конференц-связи из Савёловского суда Москвы. Добрый день, Иван Анатольевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Рад вас видеть. Взаимно. На первый взгляд может показаться, что журналист и чиновник давние друзья, но это лишь на первый взгляд. Один потерпевший, другой обвиняемый. Напомним, это кадры мая нынешнего года. Именно тогда произошёл инцидент. По версии следствия, Зайцев в грубой форме пытался выставить корреспондента программы «Вести» дежурная часть из кабинета. Бросался всячески на меня, несколько раз меня толкнул, хватал меня за плечи, постоянно пытался вырвать микрофон. В какой-то момент совсем, вы уж извините, я позволю себе такое слово, разберел и бросил меня на пол. Я ударился головой о пол. Причиной такому поведению, по мнению журналиста, послужили неудобные вопросы, которые он задавал главе Ширинского района. Потерпевшая сторона просит не только признать вину Сергея Зайцева, но и взыскать с него миллион рублей за физический и моральный вред. Журналист рассказал, после встречи с чиновником ему пришлось обращаться в больницу. В течение двух дней длился допрос свидетелей. В настоящее время допрошены свидетели, проживающие на территории республики Хакасия, и исследованы письменные материалы дела. После исследования доказательств стороной обвинения судом будет предоставлено право представления доказательств стороной защиты. Так что теперь только от Сергея Зайцева и его адвоката зависит, как долго будут длиться судебные разбирательства. На сегодняшний день глава Ширинского района свое вино не признает. Мария Мишнина, Дмитрий Парахин, РТС.